и всем привет всем и пацанам youtube у микрофон максимус и сегодня мы продолжаем с вами говорить про бэнди эндзе им машин поехали итак сегодня как я и говорил мы запишем с вами самую самую огромнейшую теорию который написал мне подписчица она настолько большая что я ее даже проверил ворде она составляет три страницы в общем ребята это наверно одна из самых большущих теорий который переведет ваш взгляд на всю игру и заставить задуматься а существует ли чернильный демон на самом деле ну что ж давайте приступим суть очень просто давайте начнем с самого начала а вернее с письма которые мы генри получаем от нашего старого друга джоу и дрю давайте разберем его повнимательней для начала вас не смущает то что у генри нет фамилии никакой да кто-то может сказать что он не написал ее потому что это тупо обращаться к другу по имени и фамилии но это только начало теории и так у генри возможно есть фамилия но она никогда не упоминается в игре хотя у других она проскакивает хорошо а что вы скажете если я скажу что джоу и генри это один и тот же человек да да именно так письме сказано что они не виделись уже 30 лет но по какой причине уволился гены что такое случилось обстоятельства или же у джоу и было две личности одна из которых и звали генри но потом в течение 30 лет генри проходит лечение и генри так сказать исчез ну или для джоу и ушел но потом что-то случилось и генри а то есть вторая личность джоу и вернулась а вернулась она когда он написал это письмо а написал он это письмо самому себе это могу объяснить почему у генри нет фамилии и они никогда не упоминается в игре но хэй не надо кидать в меня чернильницами это только начало далее мы проходим в это место типа нас попросили приехать но вас не смущает что нашему главному герою абсолютно плевать на вид этого места нет вот вас бы не смущало что друг которую вас не видел уже 30 лет внезапно просит вас приехать толком даже не рассказывая зачем и вы приезжаете в явно давно заброшенное место где одна грязь и развалины лично меня бы это очень смутило и там совершенно нет людей не тех кто там работал пустота но нашего будем все же называть генри не смутило это он словно знал куда едет он вообще не удивлен это большой плюс копил того что генри это джо вы и он написал это письмо себе же поэтому его это рухля не смущает также его не смущает этот культ нового персонажа их мультфильмов это что везде из труб текут чернила ну да ладно меня больше всего мучает вопрос почему наш герой пришел в заброшенное место и по какой-то причине решил что ему обязательно нужно починить чернильную машину вот этот вопрос очень долго мучает всех но это не генри нужно починить машину а джоу ведь помните в одной из записей говорилось что джоу и был одержим этой машины из-за нее везде из труб текли чернила джоу и было это нужно это только укрепляет то что генри это джоу ведь зачем человеку который только что пришел в заброшенное место вдруг понадобилось чинить чернильную машину ну согласитесь полный бред именно джоу и знал о протечках поэтому и чернильные лужи везде его не смутили также хотелось бы теперь поговорить о бенди каким образом передвигаются наши фигуры а я скажу вам просто никак дело в том что скорее всего наш джоу и страдал и продолжает страдать шизофрении да да именно а в шизофрении есть такое явление как галлюцинации ну вы по-любому скажете что это слишком натянута но давайте копнем дальше как вы помните мы увидели труп мультяшного персонажа именно бориса прикованного к столу и полностью выпотрошенного жутко да и наш герой говорит также но дело в том что на самом деле там лежит не мультяшный пес а человек да возможно этот человек насмехался на джоу и говоря что его чернильная машина бесполезна и джоу и просто его убил и выпотрошил это объясняет надпись на стене в этой же комнате ну кто теперь смеется ведь давайте дальше все же признаем что мульт персонажи не могут иметь тела джоу понимаешь что он натворил и поэтому пытается скрыть правду уходя все дальше в свой мир он пытается скрыть тяжесть своего поступка представляю что на столе лежит не человек а мультяшный пес а он сам не убийца а лишь жертва которая попала в этот кошмар что касается бенди бенди необычный персонаж и в игре мы его видели именно его но я вам скажу что бенди это воплощение того греха что сотворил джоуи он знает что возмездие будет и поэтому он возможно не сознательно создал вот такое вот воплощение того кто его за убийство накажет психологии есть такие случаи когда человек начинает сам для себя искать наказание за содеянным вот здесь это и случилось и на поэтому изображение бенди везде это как напоминание о том что он сделал это что бенди его преследует и говорит о том что его поступок и тяжесть этого поступка всегда следует за ним и бенди которого мы видели это галлюцинация это объясняет то что мы не можем умереть в первой части мы не можем утонуть в чернилах потому что их попросту там нет когда мы падаем с нами все отлично хотя я думаю что с такой высоты он себе какую-нибудь до отбил ногу или что-нибудь подобное это падение олицетворяет то что у джоуи все дальше и глубже замыкается в себе в своем мире вспомните те флэшбеки которые мы видим перед потерей сознания там проскакивает инвалидная кресла то есть мы все же что-то себе сломали ответ да мы упали вниз и сломали себе ну и может даже обе ноги и вскоре нас нашли и и забрали в больницу наш больной разум запомню только частично что было в больнице а именно инвалидную коляску ведь в игре в первой части никаких инвалидных колясок не было мы попали в кому как бы просто это не звучало именно поэтому во второй части мы можем видеть этих существ из чернил сэмми которого возможно мы и убили потому что он был одним из тех кто насмехался бенди олицетворение всего самого плохого что есть в жизни нашего героя так как бенди мол бегал за сэмми и сэмми от него был в ужасе скорее всего сэмми бегал от нас именно поэтому он носил маску бенди и поклонялся ему давайте вспомним что бенди это наш грех и сожалению а содеян именно поэтому бенди убивает сами не бенди убивать сами а мы ведь бенди наш грех и вина маска как метка нашего греха что мы убили сами во второй части как мы помним можно умереть от рук нашего греха от被 не его в том что мы вспомнили о том что мы убили всеми и и теперь мы хотим наказание поэтому мы можем умереть от бенди Который также олицетворяет наказание за наш грех Но одновременно с этим мы хотим выйти сухими из воды И поэтому мы можем начать заново и попытаться избежать наказания Ведь многие люди хотят его избежать Также это объясняет, почему Бенди не может пройти через зверь Потому что Бенди лишь плод нашего воображения И его попросту нет Но мы же помним, что мы в коме Также потом к нам выходит Борис Хотя мы помним, что он был мертв Это потому что, как она и говорила Борис на столе это человек, которого мы убили А сейчас мы в коме И поэтому мы видим нашего мультяшного персонажа целым и невредимым Но вы спросите, кто же тогда Алиса? И при чем она здесь в истории? Все очень просто Алиса ангел И она лицетворяет надежду на прощение, искупление и спасение Надежду на то, что в нашем герое еще осталось что-то человеческое Но промелькнуло оно лишь в виде плаката А что же за записи? Вполне возможно, что это наши воспоминания о наших коллегах, знакомых Или же, как был случай, что одна из записей помогла нам найти ключ Возможно, наши коллеги и друзья таким образом помогают нам выйти из комы Ведь, как известно, чтобы человек поскорее вышел из комы, нужно с ним разговаривать и поддерживать Вот такой скрытый смысл она увидела в игре Bendy and the Ink Machine Ну что я вам скажу, ребятки И увидела, что вообще Bendy это алицетворение И это все кома В общем, вы меня поняли Возможно, это реально идеальная теория И возможно, она кажется правдой Но мы не должны забывать, что это теория И ее можно дополнить И так что, если у вас есть какие-то дополнения к этой теории Пишите в комментариях Также не забывайте поставить лайк Подписаться на канал, вступайте в группу ВКонтакте Не забывайте про мой второй канал, где я озвучу мультики и перевожу их Ссылка на него в описании Ну что ж, а на этом все Всем хорошего настроения Всем бай-бай Удачи Субтитры сделал DimaTorzok